ну что поехали последние три лекции мы с вами говорили про то как писать код который запускает потоки которых потоках что-то делает который конструирует сами потоки в общем мы говорили про пространство пользователя и про то как поверх процессора описывать какие-то вычисления конкурентные на два ближайших занятия жизнь нас серьезно поменяется потому что мы перестанем говорить о том как писать код ну ладно это неправда будем говорить сегодня как писать код но в первую очередь у нас сегодня и на следующей неделе задача будет другой мы поговорим с вами о том что мы принимали с вами с самого начала курса как данность а именно понятие разделяемой памяти ну да мы себе представляем процессор представляем наверное даже ядра себе эти ядра работают с общими ячейками памяти но для нас какой-то вот план к памяти там есть ячейки мы их читаем и пишем вот я покажу сегодня и особенно через неделю о том что вот такого представления конечно же недостаточно чтобы делать что-то полезное эффективно ну и давайте мы вспомним с чем когда-то когда-то начали говорить про вообще многопроцессорные системы про разделяемую память мы вспомнили поговорили про закон мура который говорит что там каждые два года примерно количество транзисторов процессоре удваивается почему потому что они становятся меньше это продолжается до сих пор и раньше они становились быстрее еще вместе с этим они быстрее переключались в какой-то момент эта история закончилась то есть процесс транзисторов все больше и больше но быстрее переключаться они не стали тактовая частота я тактовая частота остановит рост тактовой частоты остановился и это толкнуло людей к тому чтобы строить многоядерные процессоры которые вычисления производит параллельно то есть мы не можем в единицу времени больше их проводить на смысле в на одном вычислительном ядре на одном юнице вычислительном но мы можем реплицировать этот юнит и теперь делать там четыре раза больше вычислений параллельно если конечно они при определенных условиях четыре раза быстрее но вот об этом мы сегодня хотим поговорить собственно так вот с одной стороны то что вот закон мура выполняется но только для количества транзисторов но уже не для частоты это вроде бы печальный факт ну то есть как у вас там почти 20 назад были процессор с частотой в несколько гигагерц так и сейчас они остаются и быстрее не становятся но должно ли нас это очень сильно печалить ну вас это печалит например очень печаль а вот не должно на самом деле потому что проблем это не в ядрах не в процессорах проблема в том что память медленная вот обращение к памяти процессора стоит ну примерно в сто раз дороже чем манипуляции с регистрами то есть вы конечно можете ускорить процессор на узкое место сейчас компьютере это не процессор для вас это хранилище но в частности память это этот разговор можно как бы и дальше распространить там на внешнюю внешнее хранение на диске но вот память уже в сто раз медленнее чем процессор поэтому хочется в этом месте что-то ускорить что программы становились быстрее ну и в таком случае когда у нас есть очень медленные хранилища и очень быстрые клиенты условно есть для такой задачи общее решение которое называется кэширование но тут картинка не про память совсем конечно не про процессор а пап про какое-то внешнее большое хранилище какую-то холодную базу данных которые хранить все данные на диске и к ней обращаются клиенты обращаются видимо часто и мы хотели бы чтобы этих клиентов быстро обслуживали для этого мы перед между клиентами и большим хранилищем помещаем компонент который называется кэш ребят потише немножко вы меня сбиваете помещаем кэш кэш гораздо меньше по объему чем хранилище разумеется него все данные не могут поместиться но он старается обслуживать чтение которые выполняют клиенты которые обращают клиент хранилища клиент сначала идет за данными в кэш если он там находит ответ это ситуация называется кэш хит попадание по кэшу то в хранилище медленное мы не ходим если же мы в хранить в кэше не находим ничего то мы и так уж и быть идем в медленное хранилище далеко от получаем от него ответ и поселяем этот ответ в кэше чтобы в следующем обращении мы попали в этот кэш и ответ был быстрее эта ситуация называется промах по кэшу кэш мисс конструкция понятная тут конечно очень много всего неизвестного что это за хранилище какой у него интерфейс как именно работает кэш какой там механизм вытеснения но нам сейчас это не очень важно вообще сегодня не очень важно и давайте лучше перейдем к конкретному примеру а именно вот к нашему примеру к процессору и памяти вот у нас качестве медленного хранилища есть оперативная память там лежит какая-то ячейка как переменная x и мы собираемся из неё прочесть значение в регистр для того чтобы что-то с ним сделать сначала мы эту ячейку ищем в кэше который мы устанавливаем между ядром и памятью кэш гораздо меньше чем память кэш гораздо быстрее чем память и если чтение если ячейка находится в кэше то мы в память вообще не ходим в этой инструкции то есть если случается кэш хит то это вот положительный сценарий кэш мисс если кэш мисс то мы проваливаемся в память идем и читаем данные оттуда но что важно мы читаем оттуда не одну ячейку памяти это было бы очень неэффективно мы оттуда читаем целый блок памяти который мы назовем линией и эта линия но в типичном современном процессоре составляет 64 байта 8 машинных слов вот когда вы читаете что-то из памяти вы читаете не одно машинное слово сразу 8 и эти 8 машинных слов эту линию помещаете в кэш ну вот такая запись в кэше называется кэш линий ну а дальше уже вы оттуда берете дан конструкция понятно ну пока терминология которая возникает понятно если понятно то сразу нужно уточнить что кэш между ядром и памятью разумеется не один их целая иерархия у нас есть кэш первого уровня кэш второго уровня кэш третьего уровня и каждый последующий кэш больше чем предыдущий дальше от ядра чем предыдущий медленнее чем предыдущие дешевле чем предыдущий пошли 4 байта да ну и вообще поддерживается такое свойство что если у тебя есть если кэш линия находится в кэше более младшим то она есть и во всех старших кэша типичные размеры тут указано для кэша первого уровня это 16 32 килобайта для кэша второго уровня это там 256 килобайт 512 2 мегабайта кэш третьего уровня 8 мегабайт а размер памяти ну не знаю 100 гигабайт довольно серьезный зазор да вот но тем не менее утверждается что даже такие крошечные кэши выстроенные перед памятью существенно ускоряют поведе исполнение вашей программы а да еще маленькое замечание но не знаю полет насколько полезно нам сегодня что кэш первого уровня как правило разделяется на кэш для инструкции и кэш для данных для инструкции тоже нужно кэш нужен кэш чтобы программа быстрее исполнялась чтобы просто быстрее вычитывать ее код так вот прежде чем объяснить почему такие маленькие кэши оказываются полезными еще некоторые техническое технические комментарии насколько быстро они работают вот если мы говорим про регистра то обращение если мы говорим про про кэш первого уровня что я собственно говорю давайте я вам покажу лучше хороший референс это такое известное место в интернете из одного старого доклада и если вы гуглите то выберите вот латенцы numbers every программе should know так оно и есть вы все должны знать эти числа но по крайней мере порядок этих чисел тут говорится что от l1 кэш референс в него стоит 0 5 на на секунду ну то есть вы можете миллиарды раз обращаться к l1 кэшу в секунду ну вот более-менее так же быстро как вы молотите инструкция l2 кэш но вот он уже медленнее в 10 раз референс обращение к памяти 100 на на секунду то есть 100 там 200 раз медленнее чем чем обращение к l1 кэшу но если говорить про диск то с диском тут совсем все печально потому что обращение к диску но если у вас диск вращающийся магнитный то там пока он повернется пока рука с головкой считывающий станет на нужную дорожку это занимает 5-10 миллисекунд миллисекунд а у нас были наносекунды это вот насколько 6 порядков разница до в миллион раз медленнее но вот эти числа они из доклада 12 года прошло уже 10 лет но не то чтобы кэши и память драматически ускорили за это время нет не ускорились но все-таки числа могут меняться особенно там ssd тут наверное устаревшие данные но можно даже эти числа не помнить потому что можно помнить скорее их отношения и для этого есть довольно удачная аналогия которая называется пивная иерархия смысл такой что ну когда вот вы пьете пиво уже из бутылки лимонад я пью лимонад вместо пива то это вот обращение к регистру когда у вас вот бутылка стоит рядом с вами это l1 кэш вы протягиваете руку берете ее l2 кэш когда у вас стоит холодильник рядом с креслом вам нужно его открыть и достать l3 кэш когда нужно пойти в холодильнику на кухню основная память это примерно как спуститься вниз к магазину у подъезда а если говорить про обращение к диску если вдруг не знаю вашу страницу памяти вытеснили на диск потому что вот физическая память закончилась то но это примерно как за ремонтом отправляться в австралию на яхте вот это очень долго ну то есть если вот вы так так себе это все представить это получите ну то будет понятно с какой скоростью все работает даже если вы не помните отдельные числа ну вот значит кэши они довольно близко по скорости к процессору но они замедляются конечно по мере удаления процессора но все же существенно быстрее чем память но они очень маленькие по сравнению с памятью и возникает вопрос а почему же вообще они помогают почему же они что-то ускоряют ответ следующий дело в том что программы которые вы пишете они обращаются с памятью не совсем произвольно в них есть некоторые паттерны а именно программы соблюдают как правило программы ваши соблюдают два типа локальности но один из двух типов локальности 1 пространстве на локальность 2 это временная локальность пространстве на локальность она говорит о том что если ваша программа обращается к ячейке памяти комната машинному слову то вероятно она в ближайшем будущем обратиться к кому-то соседнему машинному слову но это совсем простой сценарий совсем такой очевидный естественный вот вы не знаю пишите quicksort или merge sort вы там ходите по массиву справа налево слева направо и тут довольно кстати приходится то что вы сохраняете в кэше не одну ячейку памяти целую кэш линию вот вы прочитали очередной массе от очередной элемент массива а дальше следующие 8 вы читаете бесплатно практически вот то есть паттерн очень естественно это пространстве на локальность и есть временная локальность временная локальность говорит о том что если вы обратились к ячейке памяти то скорее всего в ближайшем будущем вы обратитесь к ней же еще раз но опять представьте себе что у вас какой-нибудь дерево поиска и чтобы вы там не искали как правило вы проходите через какую-то верхушку этого дерева чаще всего вот эта верхушка дерева закэшируется но может быть для деревьев поиск где у вас арность 2 это не слишком крутая оптимизация но когда скажем мы работаем с там бы деревья мире там с деревьями вообще во внешней памяти то это становится уже очень важно ну вот два типа локальности понятно да понятно сценарии зачем нам об этом знать ну потому что пока мы не говорим про конкурентность и про многопоточность вообще пока мы говорим просто про какую-то оптимизацию которая есть процессоре но в любом случае она полезна вам потому что вы вам разумно ее учитывать когда вы пишете свой код вам разумно с помощью ну знания о кэшах об иерархии памяти уточнить детализировать свои модели стоимостей которые вы используете при программировании ну вот чему вас учат на алгоритмах что у вас есть что у вас единица стоимости это грубо говоря обращение к ячейке памяти ну что-то подобное но это же вранье потому что если вы обращаетесь к соседним ячейкам памяти это одна история а к далеким ячейкам памяти совсем другая история это стоит сто раз доль 100 раз дороже вот разумно учитывать локальность в модели стоимостей когда вы оцениваете эффективность своего алгоритма ну скажем вы приходите на собеседование после учебы и вас спрашивают ну там что быстрее итерация по вектору и итерация по std list и вы отвечаете ну разумеется итерация по вектору потому что вы сканируете там кэш линии одно за другой а что происходит когда вы италируетесь по списку вы каждый раз прыгаете по кому-то неизвестному адресу в какую-то неизвестную память и скорее всего покажу промахиваетесь и вот вы вместо того чтобы промахиваться покажу раз 8 обращению прахмар промахиваетесь на каждом обращении кажется это не очень эффективно ну или не знаю вы увлекаетесь машинным обучением и вот любите умножать матрицы вот и ну что вы знаете про умножение матриц что можно оптимизировать да какие-то рекурсивные сложные алгоритмы вот я предлагаю ничего не оптимизировать я предлагаю ну вот написать тупой код надеюсь я не ошибся умножение матриц ну вот просто двойной цикл в нем еще один цикл считаем каждый элемент запускаем вот матрица размером ты размера 1000 никто генерируется случайным образом тут не очень интересно запускаем и перемножили зовут за одну секунду а как это ускорить если мы знаем про когерентность кэшей ну вот у нас по первой матрице мы ходим построчно и это разумно а по второй матрице мы ходим по столбцам и вот каждый новый индекс к это же прыжок в памяти и это промах покажу вот мы давайте транспонируем матрицу сначала бы а потом перемножим 2 мат 2 матрицы под строчь построчно и что у нас получится стало 5 раз быстрее довольно приятно вот и дело тут совсем не в алгоритмических оптимизациях это нам даром не нужно мы просто транспонировав матрицу получили производительность 5 раз быстрее для однопоточного кода тут еще конечно огромное пространство для оптимизации но вот уже такое базовое знание про кэши дает нам возможность программу ускорять вот есть очень красивые способы это конечно совсем не относится к нашему курсу это скорее такое баловство но и алгоритмы вот скажем представьте себе бинарный поиск на каком-то огромном массиве вот как можно оценить этот алгоритм с точки зрения промахов покажу насколько он эффективен но он очень плохо мы берем середину потом четверть потом вот мы каждый раз прыгаем далеко в какой-то момент конечно мы вместимся в одну кыш линию но там уже можно и линейный поиск запустить уже неважно так вот оказывается что люди этим озаботились и придумывают как можно уложить данные для бинарного поиска в памяти так чтобы промахов покажу было как можно меньше он просто минимальное возможное количество причем для этого даже не нужно знать размер кыш линии это такая очень красивая рекурсивная укладка в нам дебоса и если скажем вы пойдете в шат учиться что довольно разумно то максим бобенко вам там расскажет на курсе по алгоритмом внешней памяти к такие штуки сделать ну то есть вы изучите одни алгоритмы потом можно детализировать модель память детализировать модель стоимостей модели вашего компьютера и придумывать новый алгоритм который учитывает уже больше нюансов который больше параметров и получать но более разумное приближение к вот настоящий железки ну что есть вопросы пока если нет то нужно поговорить теперь о том зачем вообще мы говорим про кэши в нашем курсе потому что пока но это все полезно конечно знать но пока не относится конкуренции к параллельности вообще к многоядерности ну дело в том что вот эта картинка но вот это и вот эта картинка она усложняется когда мы начинаем говорить про многоядерные процессоры потому что оказывается что у каждого ядра свой собственный r1 кэш ну или r2 кэш тоже может быть общий и они соединены вот в такой интерконект через который вся эта конструкция общается с памятью то есть смотрите у каждого ядра есть собственный кэш и дальше эти кэши связываются вот в одну систему вместе с памятью почему это добавляет нам сильно сложности ну посмотрите в чем дело вот раньше вы жили в мире где у вас была память планка памяти там были ячейки которые вы читали и писали а теперь каждая ячейка может быть в памяти а еще может быть в кэше ну то есть у вас теперь логическая ячейка одна единственная имеет потенциально несколько физических воплощений одно непосредственно в памяти а другие в кэшах то есть у вас появляются копии ячейки у вас теперь нет одной ячейки вас теперь много копий одного и того же и эти копии хуже того могут расходиться друг с другом они могут показывать разные значения посмотрите как это выглядит вот пример ячейки памяти у нас есть большой процессор там 16 ядер и мы делаем следующее мы берем ячейку памяти и на каждом ядре пишем туда свой номер вот 3 ядро пишет ячейку значение 3 а потом читает то что написано в ячейке и вот что читают разные ядра ячейка 1 то есть ячейка 1 а значение не много не одновременно немного значений при этом выглядит довольно странно да вот довольно сложно жить в таком мире где у ячейки много одновременно значений на самом деле такая картинка иллюстрирует чуть больше чем я говорю потому что здесь есть некоторая структура заметны какие-то пары соседних ядер похоже почему-то у этих всех историй наблюдения за ячейкой есть какая-то общая структура но про это мы поговорим через неделю это уже история больше на на про модели памяти но тем не менее что я о чем я говорю о том что кэши в процессоре и память образуют но то есть о чем я говорю что раздеряемая память которую принимаем за данность это на самом деле абстракция в компьютере никакой раздеремой памяти одной вот единственной экономической нет вместо нее есть распределенная система где есть ядра с отдельными кэшами и общая память и ну видимо содержимое этих кэшей и памяти должно как-то синхронизироваться и вот эта история про распределенные системы распределенные системы это очень сложно оказывается но я про это читаю спецкурс я там рассказываю очень долго про то что очень сложно научить вот три компьютера в сети который хранят одни и те же данные вести себя вот как единое целое вот вести себя так чтобы пользователь снаружи не понял что три копии одного и того же потому что копии расходятся машины перезагружаются и отказывают это сложная история но по счастью в процессоре решение все же становится проще потому что в отличие от распределенных систем где машины могут умирать незаметно для других все таки в процессоре отдельные ядра сами по себе не отказывают это немного упрощает дело поэтому все же процессору удается поддерживать некоторые простые варианты относительно копий одних и тех же данных в разных кэшах и так проблема понятно про которую я рассказываю что у нас есть несколько копий и ядра с ними работает вроде бы независимо но их нужно как-то синхронизировать между собой ну вот эта задача называется протокол когерентности как синхронизировать содержимое одних и тех же линий в разных ядрах с памятью и этот протокол когерентности поддерживает для вас очень простые варианты они выглядят так смотрите если у вас какая-то линия памяти находится сразу в нескольких кэшах то протокол когерентности гарантирует вам что все эти копии этой линии в разных кэшах одинаковы и совпадают с памятью гарантия понятно если линия есть двух кэшах как минимум то гарантируется что значение и актуальность совпадает с памятью ну и все эти копии одинаковы вот мы в этом случае будем говорить что кэш линия в этих кэшах находится в состоянии shared под у каждой линии в каждом кэше будет отдельное состояние состояние будет 4 вот поэтому протокол когерентности называется мессия вот мы сейчас говорим про состояние с shared первая гарантия вторая гарантия следующая если кэш линия была изменена текущим ядром но изменение еще не попали в память а разумеется когда процессор и не сказал об этом пишет в кэш вообще пишет в память что-то то он пишет сначала в кэш он не пишет сразу в память он пишет в кэш а потом и вы ничего ли данные из кэша сбрасываются в память так вот если какой-то процессор какое-то ядро записала свежие данные в какую-то кэш линию но содержимое этой кэш линии еще не уехала в память то гарантируется что в других кэшах копии этой линии нет то есть эта линия если у нее состояние грязное как говорят он находится только в одном кэше то есть ядро владеет этой линии из эксклюзивно вот если эксклюзивное владение обозначается буквой м состояние кэш линии когда отсутствует в кэше обозначается буквой ай но инвалид то есть отсутствует или нет одно и то же для кэша вообще кстати не поговорил извините я вернусь в прошлое секунду потерялась картинка кэш ли что такое вообще кэш это упустил момент это на самом деле железная хэш таблица она состоит из какого-то фиксированного числа бакетов с фиксированной емкостью то есть это аппаратная хэш таблицы которые реализованы прямо в процессоре вот так же как не знаю page table это аппаратное префиксное дерево которое тоже реализовано прямо на схеме процесса вот так что кэш линия она вот кэш линия может находиться вообще говоря в разных строй линия памяти может находиться в разных строчках ш но гарантируется что если она грязная то она находится только только в одном кэше ну и есть некоторое специальное состояние которое называется эксклюзив которая вроде бы про то что кэш линия совпадает с памятью как и в случае shared но при этом состояние эксклюзив означает что кэш линия находится гарантированно только в одном кэше в других кэшах этой линии нет вообще говоря и shared не требует чтобы каши не было одновременно в двух кэшах может быть в одном кэше но две кэш линии были в состоянии shared в двух кэшах а потом одну кэш линию вытеснили потому что она какая-то запись какой-то записи потребовалось место и каш линия выпала из кэша но вот состояние shared не понимает что линия находится только в одном кэше а эксклюзив понимает картинка неправильность должно быть инвалид конечно простите небольшой баг то есть и состояние эксклюзив то но эксклюзивное взаимно исключающие модифае то же самое взаимно исключающие других кэшах значение быть не может идея понятно тогда я хочу вам показать как как это будет выглядеть все ну вот такой симулятор протоколу когерентности у нас есть память из четырех ячеек у нас есть 43 почему-то у нас и раньше было 3 это странно три ядра у каждого из них есть кэш из двух кэш линий ассоциативность кэша 1 то есть ячейки 0 и 2 попадают в первую линию 1 и 3 попадают во вторую линию ну в нулевую в первую соответственно ну давайте что-нибудь прочитаю вот я читаю данные мне отвечает память и вот у меня данные в кэше в состоянии эксклюзив вот я ядро знаю что других ядер этого состояния нет ну а дальше вопрос а как вообще собственно эти состояния поддерживаются вот эти гарантии про которые я говорю вот здесь как обслуживаю как гарантируются вот эти варианты в кэше они гарантируются с помощью коммуникации а можно прежде чем я к ней перейду я скажу что вот состояние share это эксклюзив они же на самом деле очень очень естественные потому что ну если вы что-то знаете про мьютексы то возможно вы знаете про штуку которая называется где же она шерет мьютекс слышали про него какие у него любопытные удивительно шерет мьютекс это но или rv мьютекс или ридер райтер мьютекс он про то чтобы немного обобщить интерфейс бьютекса и к методам lock и unlock добавить методы lock shared и unlock shared ну идея такая у вас есть некоторое состояние и может быть его хотят менять для этого у вас есть lock unlock для критических секций вот какой-то поток хочет получить эксклюзивный доступ к данным а может быть у вас сразу несколько потоков хотят читать данные вот они могли бы делать это параллельно вот читать и одновременно писать нельзя это дата рейс это undefined behavior в стандарте c++ а вот параллельно читать можно поэтому мы к lock и unlock добавляем lock shared и unlock shared и гарантия следующая что между lock и unlock может находиться только один поток а между lock shared и unlock shared могут находиться несколько потоков разом но секции lock unlock и lock shared и unlock shared не пересекаются ну то есть потоки которые пишут данные берут эксклюзивную блокировку потоки которой читают данные берут разделяемую блокировку и по сути по сути состоянии протоколу когерентность и вот эти вот м и м и с это вот не что иное как но и весь этот протокол когерентности это не что иное, как такой вот shared mutex, который реализован вот аппаратно прямо в процессоре. — То есть, если у нас где-то эксклюзивная блокировка, то блокировку мы взять не можем? — Нет, не так, разумеется. Иначе бы, ну, все-таки, когда мы читаем в память, читаем из памяти и пишем в память, не то, что мы берем блокировку, нет. Происходит не так. Мы поддерживаем, я скорее про состояние. Что значит состояние? Либо у тебя много читателей, либо один писатель. Вот о чем я говорю. Не о том, что mutex берется, разумеется. Там mutex никакого нет. — Не, это просто про mutex именно. — Повтори тогда его. — Если кто-то эксклюзивно взял с помощью обычного лока mutex, то если мы хотим взять shared lock, то он помитит. — Да. Ну и в обратную сторону тоже. И тут возникает вопрос, у кого приоритет. Но это out of scope сегодня. Так вот, как же поддерживаются вот эти инварианты протоколы когерентности про S и M? Они поддерживаются с помощью коммуникации. Вот скажем, у нас ячейка памяти в состоянии E, и ее хочет прочесть другое ядро. В каком состоянии ячейки должны оказаться, линии в кэшах должны оказаться после чтения? Ну, видимо, у нас будут две копии одной и той же линии. Значит, они должны быть в состоянии shared. Ну, а значит, когда мы читаем, нужно поговорить с другими кэшами. И вот мы отправили сообщение на шину, и это сообщение пришло этому кэшу, и он поменялся в состоянии с E на S. Раньше он знал, что только он владеет копией, а теперь он знает, что, возможно, есть другие. Впрочем, смотрите, что могло произойти. Я прочел ячейку A2, но они отобразились в одну и ту же кэш-линию, но просто в силу ассоциативности кэша. И вот эта копия ячейки A0 вытеснился с кэша. Но здесь S так и осталось. То есть S не означает, что кэш-линия находится, по крайней мере, в двух кэшах. Она означает, что кэш не уверен, что кэш-линия находится только у него. Но он уверен, что у него актуальное состояние. Так вот, если мы будем читать дальше ячейку памяти A0, то мы это будем делать без коммуникации. Потому что мы знаем, что состояние shared означает, что ячейка памяти имеет актуальное состояние, что она совпадает с памятью. Вот, а теперь предположим, что мы хотим записать что-то в ячейку A0. Но мы должны перейти после этого в состояние modified. У нас будет грязная копия, у других не должно быть копий. Опять, это коммуникация. Мы должны отправить другим кэшам сообщения, чтобы они инвалидировали копию у себя. Тут, правда, не modified получилось, тут сразу эксклюзив, потому что мы еще в память сбросили. Но, может быть, если перезаписать, ну вот, да, перезаписали, получили modified. Так чтение и завершает с состоянием shared. Да, вот смотри, теперь состояние modified, а что будет, если другое ядро прочтет ячейку 0? Она должна в память 2. Вот мы должны сказать вот этому кэшу, чтобы он сбросил свое значение в память. Потому что нам нужно 2 shared, а shared требует, чтобы память и кэш совпадали по значению. Так что мы отправляем на месте вот этого читателя сообщение про то, что вот по флаж, пожалуйста, свой кэш сбросить данные в память, перейди в состояние S, а мы получим копию. Что за вопрос у тебя был? Я, наверное, не... Еще раз, любое чтение завершается, по крайней мере, shared'ом. Но если у других кэша... Ну, когда мы читаем, мы общаемся с другими кэшами, потому что они должны инвалидировать у себя грязные копии или сбросить exclusive. Так что любое чтение завершается, по крайней мере, в состоянии shared'а для локального кэша. Но если окажется при чтении, при коммуникации с другими кэшами, с другими процессорами, что копию ни у кого не было, то мы попадем в состояние exclusive. Вот я закрываю пальцем у себя этот modified, здесь тоже invalid написано. Ну, то есть выгодно оставаться в exclusive, потому что если мы находимся в состоянии exclusive... Ну, давайте мы прочтем какую-нибудь A1, получим exclusive. То чем он ценен? Тем, что в него можно писать без коммуникации, потому что мы знаем, что копии ни у кого нет. В этом его смысл. Ну что, мне кажется, я писал примерно все сценарии, если они понятны, то я бы пошел дальше. Что скажете? Ткнуть, а где ткнуть? Ну, а зачем? Как бы от чего ты ожидаешь от процессора? У него грязная копия. Он знает, поэтому, что он только у него. Но она еще не сбросилась в память, но с другой стороны, она пока никому не нужна. Поэтому он может писать в нее и дальше. Но если кто-то захочет прочесть, то придется сначала сбросить ее в память. И потом получить два шернда. Как это все примерно реализовано? Ну, это реализовано с помощью примитива, который называется Atomic Broadcast, который упорядочивает все события во всех кэшах для всех кэшей, для всех процессоров. Вот сложность в распределенных системах состоит в том, что такой Atomic Broadcast сложно сделать. В процессоре гораздо легче, потому что отдельно ядра не ломаются. Ну и, да, еще одно замечание, что, конечно же, протокол Месси — это не то, чтобы вот прям так процессор работает. Это некоторая модель, которой можно пользоваться, когда мы рассуждаем о том, как наши ядра, наши потоки на разных ядрах работают с памятью. В процессоре может быть сколь угодно сложнее. Но нам не нужно понимать точно, как работает. Нам нужна хорошая модель, в которой можно оптимизировать код. То есть модель будет хороша, если мы, используя ее, оптимизируем свой код в этой абстрактной машине, а дальше мы его компилируем, и он эффективно исполняется уже на настоящем процессоре. Ну вот мы сейчас собираемся знанием про эти кэши воспользоваться для оптимизации. Каких-то примитивов, которые мы видели, либо еще увидим. Но смотрите, вот прямо сейчас уже очень важную мораль можно сформулировать для всего нашего курса, что вот протокол когерентности и вот эта коммуникация между кэшами, которую он требует в отдельных сценариях — это и есть для вас, как для разработчика, стоимость разделяемой памяти. Вот это и есть для вас главная статья расходов при синхронизации. Вот это коммуникация. Чем меньше коммуникации между кэшами будет в исполнении вашего кода, тем эффективнее синхронизацию вы построили. Но есть еще отдельная история с модерями памяти, с упорядочиванием памяти, но это вот история на следующую неделю. А пока это вот половина правды, половина перформанса тратится здесь на коммуникацию между ядрами. Да, собственно, и модерей памяти — это то же самое. Короче, вот эта коммуникация, вот это движение данных по линии, по интерконекту, по шине между разными кэшами и памятью — это вот главная статья расхода. И вы должны ее экономить. Ну, а теперь давайте посмотрим, как, собственно, можно ее экономить. Мне кажется, что сейчас это может быть забавно. Итак, пример первый. Пусть вы пишете какую-то большую, сложную, не знаю, распределенную систему, базу данных. И в такой системе вам, для такой системы вам полезно за ней уметь наблюдать. Есть такая тема — observability. Она включает в себя лагирование, распределенный трейсинг, а еще сбор метрик. Ну, грубо говоря, вы хотите знать, сколько запросов пришло на вашу машину в единицу времени. Сколько задач цветпуле вы запустили за последние, там, 10 секунд. Короче говоря, вы хотите что-то считать. Разумеется, вы хотите считать из разных потоков. Вам нужен атомарный счетчик. Ну, и казалось бы, в чем вопрос вообще? У вас есть атомарный счетчик. У вас есть атомик. Вот, у него есть операция fitchet, она атомарная. Ну, вот атомарный счетчик готов. Ну, это работает. Я начну с положительного. Это работает. Ну, и вот какой-то тест, где мы запускаем 10 потоков, и дальше они делают по миллиону инкрементов. И мы, видимо, ожидаем после этого получить значение миллион, если все пойдет хорошо. Тут тест запускается в цикле. Ну, вот. Вот примерно сколько стоит миллион инкрементов из 10 потоков. Мы сейчас хотим этот код пооптимизировать. Но пооптимизировать не в том смысле, что мы хотим ускорить инкремент. Нет, не хотим. Мы хотим ускорить все инкременты. В смысле, мы хотим повысить пропускную способность. Количество инкрементов в единицу времени. Ну, и давайте подумаем, что нам мешает прямо сейчас вот с такой реализацией счетчика. Видимо, счетчик не параллелен. Ну, разумно же, да? Каждое ядро для того, чтобы записать что-то, сделать fitchet, fitchet – это запись с точки зрения кэшей, нужно получить кэш-линию в монопольное владение, ну, перезаписать ее. То есть, фактически взять на нее mutex. То есть, все эти инкременты на уровне процесса происходят последовательно. Так, можно я немного остановлюсь и замечание сделаю важное? Операция compare exchange. Вот, с одной стороны, это чтение плюс запись. Причем, чтение и, возможно, запись. Так вот, с точки зрения процессора, это всегда запись. То есть, прежде чем исполнять compare exchange, процессор должен получить кэш-линию в монопольное владение. Вот, не пытайтесь это оптимизировать. Не думайте, что если у вас compare false, то, значит, чтение в записи не произошло. Модели памяти здесь ни при чем, абсолютно. Вообще ни при чем. — Да, в реализации в сети референсах написано, что когда это вообще-нибудь всегда делает сзади, что вопрос туда. — Сети референс не является надежным источником для знаний никаких. Пожалуйста. Ну, руководство Intel является хорошим референсом. Вот там это написано. Что написано на сети референс? Ну, там написано, что у UniqueLock нужно делать шаблонный параметр шаблона при объявлении. И вы все это делаете. А зачем? Не нужно давно уже. Ладно, хватит нытья. Как нам ускорить Atomic Counter? Как нам его распараллелить? — Завести в какую-нибудь предлогу переменную и имперменты куда, а где-то так? — Ну вот, тредлогалы сложно обходить. Это хорошая очень идея, но я реализую ее немножко по-тупому. Я скажу, что я хочу шардировать счетчик. Вот раньше у меня был один счетчик, а теперь у меня массив счетчиков. Вот этот отдельный счетчик я назову шардом. Почему приходить осенью? Каждый шард — это отдельный счетчик просто, отдельный Atomic. У него такие же операции фичет, лот. И теперь что я делаю, когда я говорю инкремент? Я для потока выбираю некоторый шард. Каким образом? Я беру идентификатор потока, хеширую его, ну хотя это, скорее всего, и так число, и беру по модулю шардов. Ну то есть у меня есть несколько ячеек памяти для счетчиков, и каждый поток попадает в некоторую ячейку. Но может быть, конечно, какие-то потоки склеиваются по ячейкам, но вот какие-то потоки попадают в разные, ну и, казалось бы, разные ячейки — это повод для параллельности. Ну и вот такой вот код. Когда я хочу прочесть значение счетчика, я просто пробегаюсь по количеству шардов и вот складываю значения. Конструкция понятна? Ну на самом деле, конечно, нет, потому что непонятно, почему это будет эквивалентно. Вот. Почему этот счетчик атомарный, будет ли он атомарным, это вообще-то вопрос нетривиальный, гораздо нетривиальный, чем мы сегодня обсуждаем с вами. Но я предлагаю пока про это не думать, тем более, скажем, если мы считаем запросы, то нам, может быть, прям в точности правильное поведение не нужно. Ну это тонкий очень вопрос, но я вас не обманываю. Мне кажется, что этот счетчик атомарен. Это нужно доказывать строго. Но можно взять этот счетчик, по крайней мере, и вот воспользоваться им. У нас здесь сколько? Восемь шардов. Ну давайте запустим. Как-то не стало быстрее. Медленнее стало. Интересно. Ну это несколько неожиданно, конечно. Хотя, наверное, можно понять. Стало больше работы, а параллельность это больше не стало. Вот мы ожидали здесь, что будет параллельность, да, наверное. Но мы такого ожидали, если мы просто невнимательно слушали лекцию. Потому что, ну, на уровне этого кода, разумеется, параллельность есть. Ну, в смысле, вот логическая параллельность есть у вас в голове. У вас разные потоки работают с разными ячейками памяти в этом массиве. И могли бы работать параллельно. Но для чего я вам картинки-то показываю? Для того, чтобы мы знали, что процессор, когда он общается с памятью, для него единица доступа к памяти — это не ячейка к памяти, это целая линия. И что происходит в этом примере? В этом примере происходит явление, которое называется false sharing. Вот у вас есть две ячейки памяти. Вот есть одно ядро, которое пишет в x, а другое пишет в y. Это разные ячейки. Записи в них могли бы идти параллельно. Но не могут, потому что они находятся в одной кэш-линии. А для того, чтобы сделать запись в кэш-линию, нужно инвалидировать копию этой линии у другого ядра. В итоге логическая параллельность здесь есть, а на аппаратном уровне вы берете эксклюзивную блокировку. И все записи происходят последовательно. Довольно тупая ситуация, правда? Ну, то есть мы ничего не ускорили. Кажется, стало хуже. Ну, лайв-примеры, это, конечно, сложно. Но давайте попробуем ускорить. Неплохо, да? Волшебство. Нет, пожалуйста, не пишите так в домашних работах. У нас, я честно, по-человечески прошу, не надо, потому что это вот прям для очень специальных случаев. Вот если у нас mutex, то вот взаимное исключение, это нигде такое не нужно. Но вот здесь мы так вот на халяву буквально ускорили код в четыре раза. Более того, там даже теперь есть. Я сейчас про это расскажу, да. А если бы вы как-то это написали Align S? Так вот, ну, это просто для хохмы. На самом деле, конечно, в C++ нужно делать… Во-первых, что мы сделали? Мы просто взяли и каждую ячейку поместили в свою отдельную кышлинию. И теперь с ними можно работать параллельно. Ну вот, в C++ для этого есть более человеческие инструменты, а именно есть Align S. То есть вы выравниваете вот это поле по 64 байта. Но это не совсем как бы фундаментальная константа для всего мира, но вот это, вероятно, сейчас так. Ну вот, быстро работает, да. Убираем и становится медленно. Сейчас, давайте. Компьютер начинает греться, это не к добру. Ну вот, воспроизводится, да. Вот он нагрелся и стал медленнее. Итак, есть Align S, который задает выравнивание для ваших полей. И более того, в C++, начиная с 17, есть вот некоторая магическая константа, которая говорит, ну вот, насколько нужно разнести два объекта в памяти, чтобы они не попадали в одну кышлинию, чтобы не было фолл-шеринг. Ну, то есть, с одной стороны, вы живете счастливо и не знаете про кыши ничего, и думаете, что просто под вами большая память. На самом деле, про кыши полезно знать, и вот эта абстракция, она хоть в определенной степени... То есть, кыши прозрачны, о них можно не думать, но если вы о них думаете, то можно излечь из этого пользу. Давайте поговорим про, может быть, менее тривиальный пример сейчас. Где еще можно этим воспользоваться, этим фолл-шерингом? Ну, значит, с этим мы разобрались. Давайте посмотрим на такую штуку, как циклический буфер. У нас есть два потока и циклический буфер. Один поток пишет в него, добавляет элементы в цикле. Другой читает. Продюсер-консюмер. Методы тут без блокировок, то есть мы пробуем, если нет, то немного ждем. Наша задача — такой буфер написать. Ну, что мы пишем? Мы пишем... Мы пишем массив из значений. И у нас есть две переменные — head and tail. И как мы с ними работаем? Ну, вот мы в продюсе читаем head and tail и смотрим. Если буфер не полон, head указывает на первую занятую ячейку в циклическом буфере, tail — на первую свободную. Ну, с учетом того, что он зацикливается, буфер. Вот. Вопрос на понимание. Как отличить полный буфер от пустого? Если он циклический. Это же и вопрос. Наоборот. Ну, когда буфер пуст, то у нас head равен tail. Когда буфер полон, когда head почти догнал tail. А тут адрес, да? В анадре. Что? Тут просто вектор, два индекса. По нему бегают. Да. Вы имеете в виду, что от head доставила заняты включительно слоты или полный баллон? Я не понимаю. Слот — это вот один элемент. Мы пишем шаблон. Head и tail. То есть, если head и tail, оба равны нулю. Какие-то в этом вот мы выбрали, что это один элемент или ноль элементов? Вот в чем его вопрос. Так вот же. А, ну, все, я не услышал вопрос. Ну вот, мы различаем эти два случая. Так, конечно, не пишите циклический буфер никогда, потому что тут нужно брать степень двойки, и понятно. Ну и вот такой код. Вот мы читаем tail, читаем head. Если они... Если tail почти догнал head, то мы говорим false, иначе мы в tail записываем новый элемент и двигаем tail вперед. Для консюмера в методе try.consume мы читаем head и tail, если они совпадают, буфер пустой, иначе мы извлекаем элементы с головы и двигаем голову вперед. Вот симметрично все. Видите ли вы здесь false sharing? Название false sharing, потому что, еще раз, у нас логически разделяемых данных нет, а на самом деле, фактически, на уровне процессора разделяемые данные есть, это кэш-линия. Вот есть ли здесь что-то, что можно... Есть ли здесь лишняя синхронизация? Ну вот, смотрите, у нас есть продюсер и консюмер, и пусть... Ну, буфер, конечно, может быть полон, может быть пуст, может быть почти полон, но если вдруг он так вот где-то посерединке, то вроде бы с head и tail, то есть с хвостом этого буфера и с головой можно было бы работать параллельно. Но, скажем, что здесь мешает? Что мешает работать параллельно? С точки зрения памяти параллельно, разумеется. Ну, не только они рядом лежат. Довольно медленно, пока код работает вот этот вот с десятью миллионами продюсов, консюмеров. Ну, сейчас давай наивно. Ты говоришь, что вот для того, чтобы работать с головой очереди, нужно работать с... Что предлагается? Разнести вот эти поля по разным кышлениям, да? Ну, это же бесполезно. Разве нет? Ну, у нас же и consume, и produce обращаются к обеим переменным. Но они на чтение обучаются. Ну, какая разница? Постоянно кто-то пишет. Один пишет, другой читает. Все, это уже коммуникация. Так что плохо. Ну, по крайней мере, одно место можно улучшить. Возможно. Хотя не факт. Ну, вот если мы работаем с хвостом... Если буфер небольшого размера, там, скажем, восемь, то продюсер и консюмер пересекаются, по крайней мере, по одной кышлинии в самом буфере. Можно разнести их. Ну, вот тут очень тонкий пример. Тут может получиться, а может не получиться. Давайте посмотрим. Тут у меня еще и компьютер снова. Ну, стало быстрее, да? То есть, все-таки это работает. А теперь, смотрите, довольно ловкий трюк. Вот вроде бы продюсер работает с тейлом очереди, а консюмер работает с хэдом очереди. Но при этом и тому, и другому обе ячейки нужны. Смотрите, что я сделаю. Я не буду в продюсере перечитывать чужой хэд, который пишет консюмер, каждый раз. Я вместо этого буду хранить последний хэд, который я прочитал. А для консюмера я буду помнить последний тейл, который я прочитал. Ну, кэша тут в смысле не в том смысле, что он в аппаратном кэше, а вот в моей логике. И что я сделаю? Смотрите. Я вот эту строчку закомментирую и раскомментирую эти строчки. Вот если у меня мой прочитанный тейл до сих пор не догнал старый прочитанный хэд, то, видимо, я не должен спойлерить модели памяти. Пока. То, видимо, мне и не нужно читать, точнее, если он догнал, то мне нужно перечесть хэд. А если у меня он еще не догнал, то я могу воспользоваться просто старым хэдом. И чужую ячейку памяти не читать. Понятная идея? Довольно ловкая оптимизация. Здесь можно сделать точно так же. Я читаю хэд, и если он догнал мой закэшированный тейл, про который я последний раз помнил, то придется перечесть. Возможно, тейл сдвинулся вперед. А если мы его еще не догнали, то, видимо, не страшно, можно извлекать. И вот теперь смотрите на быстром пути, когда у нас закэшированных переменных хватает, продюсер работает только с одной раздеряемой ячейкой памяти, а консюмер только с одной... И консюмер работает только с одной раздеряемой ячейкой памяти. Вот они уже друг с другом не общаются. И теперь, возможно, если нам повезет, мы посмотрим, что стало. О, стало еще в два раза быстрее. Нет, не стало. Стало. В два раза быстрее. Вот такую эвристику использует, кажется, самая быстрая разумная реализация вот такого буфера. Можете ее на GitHub найти. Ну, про нее автор написал небольшой блокпост, но тут, в общем-то, идею все объяснил. Может, никаких подробностей новых не нужно. Мы кэшируем другую ячейку памяти, своего соседа, конкурента, и не перечитываем ее каждый раз. Поэтому мы снижаем коммуникацию между кэшами. Вот с точки зрения корректности, с точки зрения синхронизации, то, что мы делаем здесь совершенно бесполезно. То есть мы ничего, никакой новой логики не вносим в синхронизацию. Мы всего лишь заботимся о том, чтобы между кэшлиниями не было фолшеринга. Вот, кстати, можно его спрятать обратно и посмотреть, замедлится ли программа. Ну вот, наша оптимизация к коту под хвост. Вот, а если мы разделили на две, на два класса ячеек и сделали паддинг между ними, то... работает быстрее. Это еще не все. Можно... Ну, не знаю, если... Вы не хотите спойлеров, то закройте глаза сейчас, а я расставлю memory order здесь. И покажу, что можно еще ускорить. Ну, не смотрите, пожалуйста. Нет. Нет. Я уверяю тебя, нет. Нет, я могу поспорить ответ. Расставить memory order правильно и здесь без глубокого понимания невозможно. А у нас его точно нет сейчас. Как-то интуитивно по каким-то шаблонам можно, но тут дело не в шаблонах, тут дело в понимании. По шаблонам модели памяти использовать невозможно. Пожалуйста, не думайте, что читаем мы SAP Reference, вы что-то узнаете про модели памяти. Только плохой, может быть. Ну, что? Вот видите, вот буквально из ничего, ну, в смысле, я не меняю алгоритм, а никаких вот волшебных там оптимизаций, не оптимизируя логарифмы всякие, я ускорил программу в шесть раз. Просто оптимизируя синхронизацию. По-моему, довольно ловко. Мы отборим, и покоим, если это делать, если это делать, если это делать. Ага. Ага. Давай проверим. Как это делается? Вот так, да? Смотрите-ка, я написал Delta Race. Это сложно, модель памяти это сложно, и как это все... Короче, на семинаре проверим, насколько вы это поймете. Но пока я просто вам показываю это как некоторое волшебство, как можно, зная про конкретность кэшей и про модели памяти, ускорить программу в шесть, синхронизацию в шесть раз. Ну что ж, с этим примером мы закончили, и давайте посмотрим на еще один пример, на, собственно, на синхронизацию, на спинлок. Вот этот спинлок совершенно наивен, и вот такой код мы написали на первой лекции с вами. Вот его тоже нужно улучшать, зная про протокол конкретности. Правда, немного другими механизмами. Тут дело уже не в фолшеринге. Фолшеринга тут нет. Тут есть другое явление, которое называется... Нет, ну, во-первых, давайте запустим этот код. Он снова в десяти потоках делает сто пятьсот раз лок-он-лок. И... Ну вот, как-то работает. Первое, что с ним следует сделать, конечно же, написать что-то вот в этот цикл. Написали, запустили. Стало совокупно быстрее, пропускная способность повысилась. Хорошо. На самом деле, как бы, отдельные потоки могут замедлиться, но в единицу времени секция выполняется больше. А что тут еще есть плохого с точки зрения протокола когерентности кэшей? Очень неэффективного. Тут есть явление, которое называется кэш-пинг-понг. Давайте мы... Нет, здесь есть. Вот здесь происходит кэш-пинг-понг. Почему? Ну, представьте, что у вас было три ядра. Ну, странно. Четыре ядра, три потока. Вот на первом ядре поток захватил спинлок. В каком состоянии сейчас кэш-линия с ячейкой локт? У него. У него модифайт. У других ничего нет. У других инвэрит. Потом пришел второй поток, он сделал эксчейндж. Довольно бесполезный, потому что он прочел один, записал один. Но тем не менее он записал. Кэш-линия у него в состоянии модифайт. Она переехала сюда. Он пообщался с этим кэшом, инвалидировал у него копию, получил ее себе. Потом пришел третий поток. Он тоже сделал эксчейндж. Снова прочел единицу, записал единицу, таким образом инвалидировал копию здесь, пообщался с другим кэшом, подождал, пока ему ответят на эту инвалидацию. Получил себе значение, ну и опять без пользы для себя. А что происходит дальше? Ну а дальше это ядро, оно же по-прежнему ждет спинлока. Оно снова делает эксчейндж и получает копию себе. И вот два этих ядра, которые ждут пока спинлок освободится, просто двигают между собой эту одну кэшлинию несчастную, без всякой пользы. Они нагружают общую шину данных, по которой общаются все ядра процессора. Они отвлекают компьютер от полезной работы, просто передвигая строчку с единицей туда-сюда, без всякой пользы. Ну просто потому, что состояние модифайт, запись в ячейку памяти, требует инвалидации кэшлинии и эксклюзивного монопольного владения. Как это оптимизировать? Я же про это говорил. Compare Exchange это запись всегда, независимо от исхода. Процессор, он не угодно, ну в смысле, короче, запись. Как это ускорить? Тут написано, как ускорить. Не нужно постоянно, ну то есть, если вы сделали эксчейндж, сделали его неуспешным, то зачем дальше мучить шину памяти? Зачем дальше мучить протокол гигантности кэшей? Просто ждите, пока в ячейке не станет ноль. Вот что будет после такой неудачной попытки на этом ядре? Ну точнее, не так. Вот у нас три потока сделали эксчейндж, этот был успешен, этот неуспешен, неуспешен, а потом второй поток на втором ядре после эксчейнджа делает лоад уже. Ну да, он снова общается с другими кэшами, он получает себе копию, эта копия сбрасывается в память, и теперь у нас два шерда. А чем хороши шерда? Тем, что из них можно читать без коммуникации. И дальше два ядра просто дальше крутятся в этих лоадах, читают кэшлинию без коммуникации с другими кэшами, не отвлекая процессор. Ну то есть, что я хочу сделать? Я хочу написать здесь следующее. Я забыл, сколько было. Больше двухсотен. Но сейчас стало в два раза быстрее. Ну вот опять, некоторое волшебство, но просто зная про то, за что мы платим при синхронизации, что синхронизация, это на самом деле стоит нам коммуникации между кэшами, мы получаем такую штуку. А еще, если вы опять закройте глаза, я расставлю здесь memory order. Код выглядит как хороший спинлок, вот только такой и нужно писать. Вот любые другие спинлоки писать не стоит, нужно ударять сразу. Синхронизация это не обычный код, это особенный код. Ну что, надеюсь, я был убедительен. Вот такой вот магии вот этим циклом мы уже ускоряем что-то. Но тут как бы два ускорения комбинируются, то есть два типа знаний про память. С одной стороны про memory order и потом барьеры и модели памяти, и с другой про когерентность кэшей. Но вот используя ОВА, используя правильно, аккуратно можно сильно выиграть. Правда, тут еще есть одна проблема, она называется thundering hurt. Идея такая, вот был у вас спинлок, были у вас на него претенденты, они крутились на своем состоянии S, а потом поток, который спинлоком владел, его отпустил. Что произошло? Он сделал запись памяти. Вот здесь вот. Он у других инвалидировал кэшлинию. Другие потоки перечитали ее, увидели там ноль, и потом снова каждый из них делает экшченч. Это так называется, потому что вот напоминает стадо бизонов, которые прочли ноль и снова ломанулись делать экшченджи. И снова нагружают компьютер. Вот у вас сегодня будет маленькая задачка, маленькая, но странная. Не знаю, компенсирует ли одно другое. Давайте я покажу. про очень затейливый спинлок, который используется в ядре линукса и который как раз оптимизирует и пинг-понг, и вот этот сандерин херт, который оптимизирует промахи по кэшу с помощью очень ловкой интрузивной очереди, что бы то ни значило. Но интрузивность у нас по многим причинам полезна, поэтому вот этот спинлок тоже можно написать, а потом можно под файберами переписать красиво. Ну, короче, попробуйте, разберетесь еще лучше в том, где вы платите за протокол конкретности. То есть, тут в этом коде, в этой задачке вас потребует написать, от вас потребуется написать больше сложного кода, спинлок станет сложнее, там будет больше действий, больше объектов, односвязные списки, но при этом он будет лучше, что довольно неожиданно. Ну, это все было ловство на самом деле, потому что, смотрите, сейчас я скажу, наверное, самое важное, что можно сказать на этой лекции и вообще, может быть, в курсе. Ну, да, мы можем оптимизировать спинлок, мы можем в нем оптимизировать синхронизацию, там какие-то разделяемые ячейки памяти, но если вы используете мьютексы, просто вот вы используете мьютексы в программе, то вам уже плохо, потому что, что такое использование мьютекса? У вас есть разные ядра, на них есть потоки, и они берут лог и работают с какими-то данными. Ну, да, вы пооптимизировали что-то в спинлоке, но в конце концов, зачем вы брали блокировку? Чтобы работать с данными. И если у вас сначала критическая секция была на одном ядре, а потом она запускается на другом ядре, то что происходит? Вы запустились на одном ядре, записали данные, теперь они у вас в вашем кэше вот на этом ядре в состоянии модифайт, а потом вы взяли блокировку на другом ядре, и вот в этом кэше сейчас данных нет, просто по инварианту протокола когерентности по состоянию модифайт. И вам нужно пойти в другой кэш и эти данные к себе привести. И вот, если вы используете Mutex обычным способом, запуская потоки на разных ядрах, то вы, как бы вы не оптимизировали саму блокировку, двигаете данные туда-сюда. Понимаете проблему? Вот Mutex вас заставляет работать с процессором так, как он работать не хочет, как ему неэффективно работать. То есть просто Mutex by Design навязывает процессору очень неэффективный сценарий работы. Это очень глубокая мораль на самом деле, потому что, ну я не знаю, знаете ли вы что-нибудь прямо о Previous? Ну, да, знаю. Это больше, чем ничего, безусловно. Медленно загрузится. Ну, давайте я пока нагрузится или загрузилась, расскажу коротко. вот у вас есть очень много машин, тысячи, сотни тысяч, может быть даже, десятки, сотни тысяч, и очень много данных на этих машинах. И вы хотите их параллельно обрабатывать. И при этом вы не хотите думать о том, как данные, где данные лежат, что делать с упавшими машинами, как перезапускать фрагменты вычислений, которые полам разломались. Для этого Google в 2000 каком-то древнем году, статья 4-го года, придумал такой фреймворк, ну, такую вообще парадигму описания вычислений. Мы produce. Вы описываете свое вычисление над большими данными в виде композиции вот таких вот операторов, а дальше сам фреймворк эффективно исполняет ваши задачи на большом кластере машин, скрывая от вас отказы. Так вот, в чем идея там? Ну, представьте, у вас есть много данных, они как-то разложены по машинам. На каких-то они есть, на каких-то нет. И у вас есть вычисления. Где разумно запускать вычисления? Ну, вот разумно не запускать вычисления где-то, а потом ввести к этому вычислению данные. Разумно отправить вычисление в вашу программу, бинарник, туда, где просто данные лежат. К чему я это говорю? К тому, что распределенная система большая, и ваш процессор мало чем отличаются. У нас есть потоки, которые работают с разъединяемыми данными, и у нас есть эти данные. И вот вместо того, чтобы двигать данные между ядрами, между кэшами, гораздо разумнее критические секции, которые обрабатывают эти данные, привести на одно ядро и выполнить их там подряд просто. Тогда не будет промахов по кэшу, это основная статья расхода для вас. Не будет инвалидаций, данные будут горячими локально, и просто между критическими секциями будет меньше синхронизации, она не нужна будет. Вот мы через субботу, через выходные поговорим про фьючер, и там будут экзекьюторы, и там будет асинхронный мьютекс. Так вот, асинхронный мьютекс звучит довольно странно, но в общем можно написать так, чтобы он работал эффективнее, чем обычный синхронный мьютекс, потому что асинхронному мьютексу не нужно будет возить данные между кэшами. Вот обычный мьютекс для потоков это сценарий неэффективный. И когда мы будем писать файберы со своим планировщиком и со своим мьютексом, то можно будет делать так, чтобы критические секции для файберов кластеризовались на одном ядре, чтобы они запускались вот подряд. Или, скажем, вы пишете какие-нибудь гарутины, и одна гарутина шлет данные, другая их получает. Вот было бы глупо запускать их на разных ядрах, разумно запустить их одну за другой на том же ядре, потому что данные уже в кэше. Вот компьютер ваш и STD-мьютекс и планировщик операционной системы такую локальность не учитывает. Но если вы пишете свой планировщик и свои мьютексы там в ГОЭ, или вот как мы пишем в своем фреймворке, то мы можем эту локальность учесть, кластеризовать секции на одном ядре, в одном потоке, и получить просто большую пропускную способность. Вот это такая очень хитрая мораль, надеюсь, я смог вам ее рассказать. прокажите, на сегодня все. В следующий раз мы поговорим про модели памяти. Это будет гораздо более сложная и совершенно убийственная история. И я вас немного обману, потому что я вместо одной лекции прочитаю вам две, потому что за одну лекцию невозможно уместить, и лучше делать это разом. Вот как минимум, как именно мы организуемся, мы обсудим в чате, но вот на следующей неделе мы продолжим разговор про процессоры и про memory order, и там у нас будет три часа, сложный разговор, где мы даже не узнаем, что такое релиз Acquire. Вот. Так что на сегодня все. Приходите через неделю. Спасибо. Спасибо.